Кстати, помните, я рассказывал вам про сервис подписки на автомобили? По-моему, страсти в комментах там до сих пор еще не улеглись. Так вот, сейчас я не зря нахожусь на территории дилерского центра Porsche, потому что рынок подписки на автомобили расширяется. И сейчас на него выходит представительство Porsche в России. Работает очень просто. Устанавливаете приложение, выбираете автомобиль, регистрируетесь, и вы уже на Porsche. Можно отметить, что в отличие от дорогих ренталов, где машины могут быть в не очень потребном состоянии, в Porsche Drive все идеально. Мечтали попробовать суперкар? Сейчас самое время. Ссылка на приложение в описании. Всем привет! У меня для вас есть две новости. Одна хорошая и одна плохая. Ну, как вы, наверное, догадались, я сегодня тестирую Mercedes-Benz GLA нового поколения, который выглядит совершенно иначе. И, наконец-то, который похож на кроссовер. Это хорошая новость. Потому что этот автомобиль, я помню, когда он вышел, я тестировал его, и все никак не мог понять, почему же его назвали GLA, почему его назвали кроссовером. А если сейчас посмотреть, кстати говоря, на сайт Mercedes-Benz, то там нет такого слова кроссовер. Там есть внедорожник. Так вот, предыдущее поколение, маленького хэтчбэка, который чуть-чуть приподняли, но, по большому счету, это был просто А-класс, называли кроссовером. И в тот момент, когда выходил этот автомобиль, я говорил, что, ну, друзья, вряд ли кого-то удастся этим обмануть. Никто не будет покупать эту машину под видом кроссовера, когда это просто обычный хэтчбэк. Но, естественно, я ошибался. Естественно, маркетологи Mercedes-Benz не зря едят свой хлеб, и каким-то непонятным образом они определили, что именно вот такой автомобиль как раз был и нужен. Он стоил не очень дорого, понятно, потому что он был хэтчбэком, но при этом люди охотно его покупали именно как кроссовер. Прошло немного времени, и вот мы видим этот автомобиль, который теперь уже выглядит как действительно кроссовер. Если просто сравнить его с предыдущим ГЛА, то вы увидите, что он вырос на 10 сантиметров в высоту, на 6 сантиметров в ширину, ну и так далее. То есть это совсем разные автомобили. Тот маленький хэтчбэк, а этот уже кроссовер. Но на этом хорошие новости заканчиваются, а начинаются плохие новости. Собственно, заключаются они в том, что этот автомобиль вместе со своим габаритом, скажем так, заметно вырос в цене. И в конце ролика я расскажу, сколько стоит именно этот автомобиль, но мне кажется, что вот сейчас, когда машина уже выглядит действительно как кроссовер, именно этот фактор будет негативным с точки зрения продаж нового ГЛА. Ну ладно, сейчас все по полочкам разложу, как обычно. Так что поехали. Ну и в Москве начался дикий холод, поэтому, извиняюсь, буду в капюшоне. Очень холодно, хотя всего 0 градусов на улице, но вы знаете, когда только начинается, все это кажется, что это прям настоящая морозилка. А весной 0 градусов для нас будет просто уже солнце, лето, пляж, и можно в футболке ходить. Давайте традиционно полетаем вокруг автомобиля, посмотрим на его дизайн, что поменялось. Ну, понятно, поменялось все, но кое о чем есть смысл действительно рассказать. Во-первых, это аэродинамика, это 0,28, коэффициент лобового сопротивления, и это стало гораздо лучше, чем было, было 0,3. Во-вторых, все линейки, ну, точнее, наверное, линии дизайна, которые есть в Mercedes-Benz, они теперь доступны для ГЛА. Это и спортивная решетка, это и АМГ-обвесы, и все остальное, и так далее. Важный момент – это новые фары, светодиодная оптика, LED-малтибим, которые позволяют, соответственно, с помощью матричных диодов отсекать попутный встречный транспорт. К сожалению, не успел вам это снять, но светит, надо сказать, хорошо. Видно даже на мокрой дороге ночью, так что фары здесь действительно неплохие. Ну, а когда вы только запускаете автомобиль, он вас встречает таким вот матричным светопредставлением, говоря вам о том, что у вас действительно топовая светотехника. Точно так же со светодиодами у нас задние фонари выглядят хорошо в стиле последних моделей компании. И, кстати говоря, вот если, например, мне не зашел дизайн последних Mercedes-ов, там тот же самый E-класс, там тот же самый GLE, GLS, вот с этими маленькими, с какими-то странными фарами и фонарями, то вот здесь, мне кажется, как раз все гармонично. И фонари, и фары, все это по размеру сопоставимо с автомобилем и выглядит хорошо. Ну, и в целом, вот этот как бы округлый кузов современного такого кроссовера, я не знаю, хэтчбека, кросс-купе, здесь это все, по-моему, классно выглядит и никаких вопросов не вызывает. Как обычно у нас, хотел сказать, что фейковый выхлоп, и он у нас действительно фейковый. Если вы посмотрите, то патрубки сделаны не так, как обычно. Обычно они делают патрубки, которые очень маленькие, вам прям сразу видно, что там ничего нет, но выхлоп на самом-то деле находится под бампером. Есть еще несколько вариаций дополнительных опций оффродных, которые, соответственно, добавляют вот такие вот некрашенные из такого жесткого пластика элементы, которые вам позволяют не бояться всяких веток, камней и всего остального. Ну, понятно, что это скорее маркетинг, потому что, когда вы поцарапаете вот эту накладку, вам ее потом придется целиком менять. Да вряд ли вы будете ездить с царапанным автомобилем, тем более за такие деньги. Есть, конечно, и странные решения, но это тоже чисто мерседесовский, наверное, какой-то финт ушами. Это, посмотрите, внизу. Вместо того, чтобы сделать действительно какую-то защитную, ну, я не знаю, накладку, да, они делают огромный молдинг, который покрыт хромом. Что с ним будет происходить, когда вы будете ездить, ну, я, честно говоря, просто затрудняюсь ответить. Притом, что здесь, где решетка, здесь вот как раз пластик крашеный, который не так будет сильно бояться из кастрюли, а внизу, где вот, ну, прям самая жесть, находится хром. Хотя, в целом, выглядит машина симпатично. Я вот ее увидел, и сразу мне показалось, о, наконец-то сделали клевую, красивую машинку. Понятно, на вкус и цвет, конечно, тут товарищей нет, но выглядит хорошо. Хорошо. Второе радикальное изменение касается интерьера. И здесь понятно, что он похож на те интерьеры, которые мы видели в последних моделях Мерседеса, но по сравнению с конкурентами, вы понимаете, когда вот это вот видите все, вы понимаете, что это просто вау. Правда, в этот же момент я понял, что я немножко зажрался, потому что, когда я забирал этот автомобиль, я пересаживался с Е-класса на ГЛА. Ну, я сел, да, классно. Здесь у нас все эти новые кнопочки, новые воздухозаборнички. Ну, понятно, вот этот планшет, большой экран. Все немножко современнее. Ну, опять же, супер навороченная подсветка. Но мне показалось, что, ну, нормально, Мерседес как Мерседес. Тем более, что руль, например, на Е-классе уже самый новый, а здесь еще предпоследний. Хотя мне он нравится больше. Но потом, когда я катал нескольких разных пассажиров, все, кто садился, все доставали сразу телефон и хотели сфоткать, как это все выглядит. Типа, вау, это же очень круто. Это прям вот. И это действительно так. То есть я просто привык, скажем так, к тому, что салон выглядит сейчас у современных автомобилей примерно вот так. И уже не обращаю на это внимания. А если посмотреть на то, что, в принципе, сейчас ездит по дорогам и то, что продается не в премиальном сегменте, то там, конечно, никакой такой красоты вы не увидите. Но есть, конечно, и минусы, как всегда. Салон-то красивый, приятный, но те самые нюансы, которые были с появлением MBX, с появлением большого количества подсветки, они никак не изменились. Ну, во-первых, смотрите, здесь вот это все сделано из глянцевого пластика, который очень быстро приходит в негодность. Во-вторых, та самая суперяркая подсветка, которая очень круто выглядит ночью. В реальности очень сильно отвлекает вас от дороги. И если ее выключить, то тогда вы увидите, что на дороге вам гораздо комфортнее, особенно если нет сильного городского освещения, нежели когда у вас тут вот такая вот дискотека. Ну, об этом я уже подробно рассказывал еще в А-классе, и, в общем-то, в этом плане здесь особых изменений нет. Ну, а в целом салон, конечно, крутой. И я специально залез вчера в конфигуратор BMW, посмотреть на конкурентов этого автомобиля, на X1, на X2. И когда я открыл картинки интерьера, я понял, что там, конечно, уже даже, не знаю, как правильно сказать, музейные экспонаты. То есть совершенно другая архитектура, совершенно другие приборы, мультимедийка, вид всех кнопок, ну, прям вот совсем прошлый век. А здесь, ну, что, будущее, оно прямо в наших руках. Хотя есть и нюансы. Кстати говоря, я про них не сказал в ГЛБ, но вот эта часть двери, это не закрытый, по сути, металл, который вы и видите. В нашем случае машина покрыта, ну, покрашена, точнее, дорогим матовым серым цветом, поэтому здесь он выглядит хорошо. А если бы машина была белая, то мы бы вот здесь увидели прям кусок белого кузова, и это было бы не очень здорово. Вот этим, кстати, отличаются как раз модели младшей у Мерседеса на передней приводной платформе от дорогих на задней приводной, ну, или полноприводной платформе. Ну, и салон по качеству немножко, мягко говоря, уступает салонам старших моделей, потому что, смотрите, это красивая ручка. Не то, что я любитель вот так вот трогать, знаете, есть такие видео в интернете, где люди начинают вот так вот все как-то проверять, а здесь скрипит, а здесь скрипит. Ну, в реальной жизни вы не будете никогда нажимать, если у вас на кочках не скрипит, все окей. Но вот эту ручку будете трогать, и она вот так себя ведет. Что там? Что здесь? Вы будете просто закрывать дверь, и постоянно слышат вот этот скрип. Ну, для Мерседеса это как-то не очень солидно, по-моему. Пару слов про место сзади. Нельзя об этом не сказать. Опять же, по сравнению с предыдущим ГЛА, место добавилось. Но ожидать какой-то революции здесь не стоит, но место при этом есть. Видите, передние кресла достаточно высоко стоят, поэтому прямо здесь вот огромный запас для ступней. В принципе, достаточно высоко стоит сидушка, поэтому здесь легко и удобно можно разместиться. Ну, и запас над головой тоже достаточный. Так что, в целом, по сравнению с предыдущим поколением, прирост огромный. По сравнению, ну, просто с автомобилями в этом классе, ну, примерно то же самое, как у всех. Почти полный бак, и у меня он показывает 378 километров. Как так, друзья? И там расход еще офигеешь. 16,2 литра? Жесть! Ну, я вот так и думал, ребята, я так и думал. Я пытался посмотреть. Смотрите, здесь вот есть бортовой компьютер, которым вы можете посмотреть расход. Средний расход показывается вот этой вот галочкой. Ну, не галочкой, я, отметкой. И она здесь от 0 до 20. То есть, вот примерно здесь. Ну, вообще, это мы вчера долго стояли, мне кажется. Расход у меня был поменьше. Но сейчас, смотрите, 16,2 литра. Полный бак, 377 километров. Ну, может быть, там не полный. Ну, окей, 400. Это очень мало. Это связано с тем, что, во-первых, здесь очень маленький бак. 50 литров. Он как будто остался от старого ГЛА. И это не похоже на кроссовер. Ну, а во-вторых, расход действительно большой. Как я уже говорил, я пересел на этот автомобиль сразу после Е-класса. И казалось бы, что эти два автомобиля очень сильно похожи. Ну, понятно, что там заднеприводная платформа, здесь переднеприводная. Но двигатель 2 литра турбо и там, и там. Там 200 лошадиных сил, здесь 224 лошадиные силы. Достаточно современный интерьер, наличие опций, матричные фары. Ну, в общем, все в целом похоже. Более того, эта машина даже выглядела симпатичнее как раз за счет того, что она покрашена вот этим вот матовым серым цветом. То есть она прям вот огонь. Но прям сразу, когда я пересел из одного автомобиля в другой и поехал еще по территории представительства, я понял, что что-то не так. Что этот автомобиль настроен, ощущается и вообще прям по-другому. И что, собственно, плохой новостью является то, что ощущался он гораздо хуже, дешевле. Несмотря на то, что здесь, ну, как бы такая же подвеска Макферсон спереди, как бы примерно такая же многорычажка сзади, причем большая часть всех элементов подвески сделана из алюминия. Явно это все очень дорого, но снижает неподрессоренные массы и вообще улучшает поведение автомобиля. Но я это сразу ощутил, что машина как будто очень легкая, как будто подвеска просто не справляется. Что это? Почему это? Может быть, это результат коллаборации с Renault-Nissan, и на самом-то деле автомобиль носит индекс не W, как все настоящие Мерседесы, а вначале он был X, потом он стал H. Ну, в любом случае, это не совсем Мерседес. И если поговорить с сотрудниками, ну, дилеров или того же самого представительства, то они так не под камеру говорят, ну, да, вот здесь вот, конечно, сэкономили, здесь сделали не то, это уже там не настоящие Мерседесы и все остальное. Я, конечно, не хочу в это углубляться, но по повадкам, по ощущениям внутри, несмотря на всю красоту, несмотря на логотип Мерседес-Бенц, если вы сравните с тем, как едет настоящий Мерседес-Бенц, вы поймете, что это что-то другое. И это главная проблема этого автомобиля, помимо цены, по которой я все еще вам ничего не сказал. Хотя, может быть, здесь я тоже немножко зажрался и глаз у меня замылился, потому что, ну, когда я потом уже подпривык, сел, поехал, начал разгоняться, начал поворачивать, я понял, что, ну, машина-то едет ого-го. По паспорту она разгоняется до сотни за 6,7 секунды. Если взять даже более простой вариант с мотором 1.33 Turbo, как раз от того самого сотрудничества с Renault-Nissan, то там будет 163 лошадиные силы и там 7 с половиной секунд до сотни, что тоже хорошо, что тоже быстрее в основном всего потока. Поэтому, в общем-то, претензии по динамике, претензии по тому, как автомобиль себя ведет на дороге, ну, если не считать вот эту странную подвеску, ну, в общем-то, немного. А если сравнить с конкурентами, с тем же самым, например, BMW, то помните, что я часто жаловался на то, что очень странно сделан, ну, даже не хотел сказать педаль тормоза, но на самом деле, наверное, система торможения. Вы не можете плавно остановиться, у вас всегда машина клюет. Так вот, здесь этого нет, здесь идеально настроены тормоза. Вы просто спокойно нажимаете и можете четко, правильно дозировать тормозное усилие. Хотите мягко? Окей. Хотите с кивком? Окей. Вообще не вопрос. Ну и плюс конкретно в нашем автомобиле с AMG-пакетом стоят перфорированные тормоза с многопоршневыми суппортами, поэтому к ним, как бы, никаких вопросов вообще нет. Хотя с точки зрения управляемости тоже есть нюансы. Дело в том, что машина стала выше на 10 сантиметров, и это действительно много. Поэтому, если сравнить ее с предыдущим ГЛА, который ощущался и управлялся абсолютно как легковой автомобиль, ну, по сути, он таковым и являлся, то эта машина уже похожа именно на кроссовер. Это означает, что когда вы вваливаетесь в поворот вот с этим вот хорошо, скажем так, едущим двигателем, вы понимаете, что о-о-о, чуть-чуть спокойнее. Машина-то не настроена на такую активную спортивную езду, и поэтому вам нужно быть поаккуратнее, поспокойнее. Еще в автомобиле поменялась система полного привода. Ну, поскольку теперь этот двигатель агрегатируется не просто автоматом, а роботом, то, собственно, все это связано именно с ним. И если по большому счету ничего не поменялось, у вас автомобиль переднеприводный, с помощью муфты он подключает заднюю ось, то теперь вот здесь, выбирая разные режимы вождения, вы можете регулировать работу полного привода. По умолчанию у вас будет распределение 80 на 20. 80% крутящего момента отправляется на переднюю ось, 20% на заднюю. Но если вы будете тут выбирать разные режимы, ну, например, если вы выберете спорт, то тогда у вас будет не 80 на 20, а 70 на 30. А если вы выберете режим оффроуд, ну, на таких скоростях больших он, естественно, недоступен, то там распределение крутящего момента будет 50 на 50. Но если внимательно почитать пресс-релиз и информацию про этот автомобиль, то там будет написано, что да, вы можете выбрать вот эти вот предустановки, но система все равно будет гибко изменять распределение крутящего момента, независимо от того, что вы там себе на выбираете. Ну, я честно скажу, на оффроуд не ездил, потому что просто побоялся повредить колес на этом автомобиле. Они оказались не застрахованы по каске. Вот. А спорт, комфорт, в общем-то, и вот эти 10% крутящего момента, ну, разницу я особо не ощутил. Но в любом случае такая функция есть. Вы можете попробовать, поэкспериментировать и, наверное, получить более драйверские эмоции в итоге, нежели если бы этой системы здесь не было. А так, вообще, в Мерседесе большую часть, наверное, своих сил и времени вложили в системы А. Развлечений и Б. Безопасности. Автомобиль, соответственно, оснащен MBX последнего поколения. Здесь есть поддержка Apple CarPlay, есть поддержка всяких там систем Energizing System Comfort, которые могут подстраиваться под ваше настроение. Вы можете выбирать всякие темы. Ну, это то, о чем я рассказывал уже достаточно много и давно на всех остальных автомобилях, оснащенных MBX. Но из-за новенького здесь появилась, во-первых, навигационная система с дополненной реальностью, которую мы видели впервые на GLE. Очень классная вещь. И, во-вторых, тоже классная, но достаточно простая в реализации история, это автоматическое включение камеры, которая активируется, когда вы подъезжаете к светофору. Зачем это сделано? Для того, чтобы вам не нужно было останавливаться и вот так вот выглядывать, где там светофор, когда он загорится, когда вы оказываетесь первым на светофоре. Камера включается, вы смотрите на светофор и все. Но, если задуматься, как эта штука работает, она работает не просто, когда вы останавливаетесь, и она просто включает камеру, а она определяет то, что у вас находится вокруг. Там есть система нейронной сети, которая анализирует картинку, и если она распознает светофор, то тогда она включается. Более того, это даже можно отрегулировать в настройках и выбрать включать постоянно или как вы там еще хотите. Смотрите. Вид светофора. Автоматически по запросу, ну, или выключить. То есть штука прикольная, и сложнее, гораздо сложнее, чем можно себе представить. Но она здесь тоже есть. Кроме того, машина отслеживает пешеходов. Просто, когда вы едете, если пешеходы приближаются слева-справа к дороге, то автомобиль вам сообщает об этом, соответственно, информацией на панели приборов. Более того, автомобиль может сам затормозить на скоростях от 60, точнее, до 60 км в час. Опять же, если это будут пешеходы, автомобили, попутный встречный транспорт, поперечный, в любом случае автомобиль все это постоянно отслеживает и в случае необходимости, соответственно, активирует тормозную систему. Все это есть. И рубрика «Хозяйки на заметку». Может быть, я, конечно, порядка когда-то рассказывал, но повторюсь. Вот эти вот прекрасные воздуховоды, которые здесь оснащены подсветкой, и выглядят так, что их хочется все время трогать, а на самом деле даже хочется их не трогать, потому что, когда я вот так вот делаю, это не очень красиво выглядит. Но это не важно. Смысл-то в чем? В том, что для того, чтобы организовать эту подсветку, в Мерседесе разработали беспроводную технологию зарядки, ну, точнее, электропитания. То есть этот светодиод оснащен маленькой катушечкой, которая, соответственно, питается от другой катушки, которая находится где-то здесь рядом, и таким образом он светится. Ни одного провода туда не подводится. Так что тоже эта красота, которая внутри себя скрывает вот такую вот инженерную, достаточно сложную мысль. и выглядит сногсшибательно. Ну и на этом, собственно, все. И финальная негативная новость. Почему-то меня все на негатив тянет. Это, собственно, цена. То, о чем я обещал вам рассказать. Если посмотреть на ГЛА предыдущего поколения, то да, маленький хэтчбэк, да, наверное, чуть дороже, чем А-класс, но это было понятно. Здесь автомобиль подорожал, я уж не знаю, в связи с чем. С новым поколением, с пандемией, с повышенным спросом, с падением курса рубля. Но он подорожал так, что вот эта машина начинается от 3 миллионов в 100 тысяч рублей в версии с мотором 1.33. А конкретно наша стоит, внимание, 4 миллиона 700 тысяч рублей. Почти 5 миллионов за вот такого размера кроссовер. Да, он напичкан тут электроникой, технологиями, но это не отменяет того, что эта машина стоит, как стоил ГЛЕ еще там полтора года назад. И на этой прекрасной ноте я прощаюсь с вами. Пишите в комментариях, что думаете, есть ли будущее у этого автомобиля. Возможно, что мой скепсис по поводу того, что эту машину буду покупать, опять будет неправильным, потому что в прошлый раз я откровенно ошибся, и ГЛА ставил рекорды продаж. Его разметали просто как не знаю что. Пишите. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok